Всем еще раз добрый день в студии Лизы Калинина и в гостях в рубрике нашей наука и технологии хочу представить нашего эксперта, научный сотрудник Государственного Дарвиновского музея, палеонтолог Ярослав Попов. Ярослав, здравствуйте! Спасибо большое, что вы к нам пришли. Что интересно, мы уже, так скажем, сотрудничаем с Дарвиновским музеем, и мне очень нравится, что ваши специалисты, те, которые занимаются какой-то исследовательской деятельностью научной, они же, когда вы приходите в музей, вот в Дарвиновский музей, все его любят и ценят, они же, вот эти эксперты, специалисты проводят экскурсии. То есть Ярослав еще и экскурсовод, помимо всего прочего, да? Да, есть такое дело, даже он в прошлом году второе место на конкурсе московских экскурсоводов занял. Неплохой, видимо, экскурсовод. Видимо, неплохой. Вот скажите, пожалуйста, это ведь важно, чтобы человек, который занимается научной деятельностью, он же доносил просто о сложном такой ликбез, проводил для людей, детей. Вот, получается, все современное вы рассказываете нам, то, что сейчас в палеонтологии происходит. Не, ну, понятное дело, что, конечно же, гораздо лучше, если рассказывать человеку, который действительно знает материал, о котором он рассказывает, чем человек, который достаточно далек от той или иной темы. Но тут есть и некоторые свои сложности. Дело в том, что, понятное дело, что помимо того, что надо знать материал, надо еще уметь рассказывать. Ну да. Я, к сожалению, знаю многих, ну вот, к сожалению, так получается, что многие специалисты, они очень хорошо разбираются в своей теме, но совершенно не могут объяснить ее простым, скажем так, понятным народу языком. Смертным, обывателям. Итак, палеонтология. Да, есть такая наука. Есть такая наука. Дарвинский музей так или иначе нам показывает, ну, не знаю, мне кажется, вот палеонтологией заниматься вот именно надо при Дарвинском музее у нас в стране. Ну, вот здесь я сам не соглашусь так уж прямо. Да, у нас есть все-таки палеонтологический музей, и, собственно, палеонтологи занимаются в основном там. У нас там, собственно, палеонтологический институт находится. Давайте сначала вонты. Водные палеонтологи. Чем она занимается? Расскажите нашим зрителям и слушателям. Ну, я думаю, что, собственно, ни для кого не секрет, что палеонтология — это наука о древних животных. Ну, собственно, название ее так переводится. Палеос древний, онтос животное, логос наука. То есть учение о древних животных. Ну, и действительно, мы изучаем древних животных, но, в общем-то, сейчас задача ставится не только узнать облик какого-то животного, восстановить его внешний вид, а, собственно говоря, мы уже про многих животных знаем, как они выглядели. А в основном сейчас наша наука направлена на то, чтобы восстановить в целом экосистему взаимодействия между разными животными. Да, как кто с кем общался, кто кого ел, кто где жил, где было теплее, где холоднее. Да, и самое главное, почему вымер, как шла эволюция. Вот это основные, пожалуй, современные тенденции науки палеонтологии. Вот так, если буквально одной строчкой. Когда много-много лет назад в России у нас на территории средней полосы кто обитал? Кто был? Были ли динозавры? Ой, ну знаете, так это много-много-много лет назад, это очень-очень такое неопределенное понятие, скажем прямо. На территории нашей страны, так же, как и на территории всего мира, обитало много кого и на протяжении всей истории. Ну и другой разговор, то, что, к сожалению, далеко не во всех местах можно обнаружить тех животных, которые там жили. Потому что одно дело, они жили там, а другое дело, они сохранились в этом месте. Вот, например, если взять наше Подмосковье, то у нас тут можно еще поискать каких-нибудь мамонтов и шерстистых носорогов. В общем, это во время ледникового периода у нас здесь было прохладненько и всякие эти... Это сейчас тоже, знаете ли? Ой, да ладно, сейчас ледевой мамонт бы тут бы зажарился. Да? Минус 20. Не, ну, может быть, конкретно данный момент и нет, но, сами понимаете, сейчас все-таки потеплее, чем некоторые эпохи оледенения, скажем так. Так. Если покопаться чуть глубже, то можно у нас найти породы юрского и мелового периодов. Вот, это, собственно, эпоха динозавров. Но есть небольшая техническая сложность. Здесь у нас море было в это время. Поэтому здесь мы можем искать морских животных юрского периода. И, собственно, окна ходят, действительно, в Подмосковье, скажем, тех же плезиозавров, охотеозавров и так далее. Это, напоминаю, да, охотеозавры, это рыбоящеры немножечко похожие на дельфинов. Да, 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 да. Вот, их часто еще изображают выпрыгивающими из воды, так красиво очень. Хотя вот специалисты на этот счет так нос скривят, говорят, что вряд ли они так выпрыгивали. Все-таки хвост у них немножко по-другому устроен. И вообще они не дельфины, как ни крути. Друзья, вы так начали мы нашу программу «Наука и технологию весело». Напомню, в гостях у нас палеонтолог Ярослав Попов. Вы можете задавать свои вопросы. Группа ВКонтакте «Страна.айфм», а также WhatsApp Viber 909-928-189. Также Ярослав научный сотрудник Государственного Дарвиновского музея. И относительно программ, которые сейчас есть в Дарвиновском музее для детей, для взрослых, для школьников, образовательных программах, мы сегодня поговорим. Так что я думаю, что Ярослав с удовольствием прокомментирует все ваши пожелания. Пишите. Небольшая пауза у нас сейчас. «Белая птица». Вот видите, какая песня в тему. Ярослав, вот скажите, приходят к вам ребята, в первую очередь, на экскурсию. Кто основной контингент? Школьники? Да, школьники, дошкольники. Вот вы непосредственно для кого проводите экскурсии? Для школьников и для дошкольников. Но для школьников больше, потому что организованно приходят, собственно, с классами и проходят что-то по программе. Дошкольники-то ребята, то есть там, пяти лет. Да, есть и такие. Я даже экскурсию как-то водил трехлетнему ребенку. Вот мне интересно, таким ребятам не рано ли рассказывать про палеонтологию, про древних животных? С какого возраста, как вы считаете, лучше приучать и доносить эти знания детям? Ну, знаете, я лично думаю, что дети, особенно дети как раз, они очень интересуются всем, всем на свете. И надо поддерживать всяческий их интерес. И поэтому, если есть возможность, то можно вот с самого раннего возраста, как только ребенок начинает что-то соображать, уже стоит его приобщать к музеям, ну вот, и вообще к науке как таковой. Но если говорить о том, как хорошо воспринимают и понимают именно как-то общую концепцию развития жизни на Земле, наверное, все-таки с четырех лет где-то так. Да, это не рано. Ну, на самом деле, да, уже вполне понимают. И уже много мне вещей сами рассказывают. Там приходят, говорят, я там читал книжки. Или там мама читала книжки. Как бы там не было, много чего знают, да. И уже кто-то их динозавр представляет. Вне эфира, да, говорили, когда ты заходишь в Дарвиновский музей, там есть динозавр огромный стоит, да? Нет, во-первых, у нас сейчас много динозавров вокруг музея стоит. Вокруг. Вот мы, причем, вот буквально пару лет назад организовали целый палеопарк. Причем целенаправленно поставили именно тех животных, которые обитали когда-то на территории России. Вот вы спрашивали, кто у нас жил. Да, кто у нас жил. Вот у нас там амурозавр стоит, там динозавр наш, там телеск еще один такой хищник. Это прадедушка-тернозавр Рекс, если можно так выразиться. Там у нас мамонт, шерстистый носорог, и вот все это вокруг музея можно посмотреть. Причем, в общем-то, даже можно, только никому об этом не рассказывайте, но можно бесплатно зайти и погулять по территории, сфотографироваться с этими животными, сэлфи сделать, да, и все, как полагается. Ну и, конечно, в музее у нас много всего. Но если связано с древними животными, и такого наиболее запоминающегося, это, конечно же, скелеты. Вот у нас есть скелет звероящера зубастого иностранцевии, скелет щекастого ящера париазавра. Это где он бы обитал пораньше? Ну, у нас, конечно же. Нет, ну, а это так, серьезно, вот это все. Серьезно, на территории России. На территории России. Да, ну вот, например, в Пермском крае. Между прочим, у нас же есть период истории, названный Пермский. Да. Сейчас в честь нашей земли. Да. Вот, потому что именно у нас множество этих животных находят. У нас из-за всего мира, если брать весь мир, вот у нас эти животные представлены чуть ли не лучше всего. Вот у нас и в Африке. Так что у нас много чего хорошего. Слушайте, ну, я даже не знала, что у нас в России так много было динозавров. Это не динозавры. Это те, кто жили до динозавров. Это вот конкретно щекозавры, это одни из самых примитивных ящеров. А иностранцевия, вот звероящер, это что-то переходное между ящером и, соответственно, зверем. Не зря его так называют. То есть это, если угодно, наш десятьюродный дядюшка такой. Слушайте, когда мультики про динозавров снимают, ну, к вам, наверное, приходят за советом, чтобы вы описали экспертную позицию. Я вот даже, честно, я искренне не знала, что у нас в России до динозавров, как они называются, щекозавры? У нас там и щекозавры, и звероящеры. Вот, запомните, хотя бы звероящеры, отличные животные. А почему вымерли они, звероящеры? Что значит вымерли? Они, ну, частично, конечно, вымерли, а частично эволюционировали и стали нами. А, так же так. То есть мы не от обезьяны произошли, а вот... Понятное дело, что от обезьян, но если быть точнее, все-таки от приматов, скажем так, более... Да, да, да. Вот, но, соответственно, приматы произошли от более мелких животных, там, похожих, если угодно, на крыску, а вот те, в свою очередь, произошли от звероящеров. Ну, если так дальше в прошлое забираться, мы и до червей доберемся. В общем, среди наших дедушек черви были, да. Это правда. Правда. Эволюция идет. Так считают ученые, по крайней мере, да. Ой, друзья, мы вообще собирались о палеонтологии поговорить, мы так голубо... Ну, как-то все не получается. Ярослав нам рассказывает, какие были наши предки. Ладно, давайте вернемся к палеонтологии. Вот если говорить о специальности как таковой, то чем живет она сейчас, вот у нас в стране непосредственно? Что, какие сейчас основные цели, задачи? Что изучается в данный момент, может быть, в рамках вашего Дарынского музея? Не, ну, палеонтология в целом, она, конечно же, академическая наука. То есть в первую очередь, конечно, палеонтология существует именно ради науки, ради знания как такового. Но, впрочем, у палеонтологии есть прикладное значение, и в том числе она тесно связана с геологией. Вот некоторые палеонтологи помогают, скажем, в поиске каких-то полезных ископаемых. Есть там некоторые окаменелости, которые, например, меняются в зависимости от температуры, они таким образом могут указать наличие нефти где-то поблизости, да? Вот. Потом палеонтология, конечно, играет огромное значение в, так скажем, расчленении горных пород и выделении отдельных слоев, и сопоставлении разных слоев на территории, на обширной территории. Вот. В общем, называется, так скажем, расчленение и корреляция разрезов, да? О, как! То есть, в общем-то, палеонтология действительно и до сих пор играет достаточно важное и, скажем так, прикладное значение. Итак, друзья, мы скоро вернемся. Груб ВКонтакте «Страна.ФМ». Сдавайте Ярославу свои вопросы про щекозавров. Вот мне очень понравилось. Груб ВКонтакте «Страна.ФМ». Пишите, прокомментируем. Друзья, у меня ликбез продолжается полным ходом, и пока играет музыка, ввожу вас быстренько в курс дела. Программа «Наука и технологии» Лиза Калинина в студии. В гостях у меня сегодня палеонтолог, научный сотрудник Дарвиновского музея Ярослав Попов. Давайте уже так включаться в процесс. Вот смотрите, чтобы зрителям и слушателям тоже было интересно. Динозавры, как вот нам дают информацию, они вымерли или они, как вот правильно сказать, перетрансформировались в те виды, которые у нас есть? Эволюционировали. Эволюционировали. Да, точно. Эволюционировали в тех животных, которые сейчас есть. Да, среди нас. Да, вот такой вот страшный заголовок «динозавры среди нас». Что птицы, есть такая теория, потомки кого? Динозавров. Динозавров, да. Не, ну вообще ни у кого не вызывает из ученых сомнений, что птицы потомки рептилий, присмыкающихся. Так. Вопрос только каких? Больше того, кстати, такое небольшое отступление. Вообще, на самом деле, птицы, по сути, и являются присмыкающимися с перьями, если судить современной систематике. Да. То есть сейчас пытаются в одну группу, скажем так, объединить общего предка и всех потомков. Но если по такой концепции следует, то получается, что птицы это до сих пор и ящеры, по сути. Да. Ну такие, немножечко пернатые, странные, теплокровные. Как они научились летать? Как они научились летать? Сложный вопрос, но подождите, давайте по порядку. Давайте. Значит, в любом случае, птицы произошли от присмыкающихся. Да. Вопрос от каких? Вот есть версия, что они произошли от каких-то присмыкающихся, которые широкой публике не очень-то известны, и которые жили во времена динозавров, и, соответственно, вот где-то в юрском периоде они уже окончательно приобрели все птичьи признаки и стали птицами. А есть версия, что, собственно, именно динозавры, те самые знаменитые и известные, стали птицами. Да. Причем, как это случилось? Ну, соответственно, одни из небольших, по всей видимости, динозавриков, пернатых. Так. Что пернатые были динозавры, это уже абсолютно точно. Уже находили динозавров. Аксиомы. Да, ну и отпечатки динозавров отходили, находили. Нашли хвостик динозавра в янтаре, в перьях. Вот, поэтому никаких сомнений в том, что динозавры в перьях были, это ни у кого не вызывает. Так вот. И вот, возможно, что некоторые из этих динозавров в перьях, ну, соответственно, грубо говоря, научились летать. Да. Ну, вот у них появился клюв, и потихонечку пропали зубы, и они стали птичками. Ну, и, конечно же, стали теплокровными, у них стал легкий скелет, и они обрели множество других признаков птиц. Вопрос о том, как они действительно постихонечку менялись, и как они, если бы, как вы выразились, научились летать. Да. По всей видимости, вначале... Как я, пожалуйста. Да, ну, есть версия, то, что они вначале планировали, вот, как белки летяги, планировали с ветки на ветку, а потом уже перешли к машущему полету. Впрочем, сейчас уже разрабатывают концепцию, и как-то вот больше у нее сторонников, что они действительно с земли, именно потихонечку учились летать, сразу же непосредственно переходили к маховому полету. Ну, в любом случае, у них для этого должны были развиться крылья, уже достаточно мощная грудина, и, конечно же, должен был облегчаться скелет. Ну, и мы знаем такие вот переходные, как бы, не до ящеров и не до птиц. Вот самый знаменитый — это археоптерикс, хотя, в общем-то, сейчас большинство специалистов считает, что это был все-таки динозавр в перьях. Но мы знаем, что было действительно множество таких зубастых древних птиц, которые вот уже обладают там грудиной, к которой крепились мощные маховые мышцы, да, у которых уже были перья, с помощью которых они могли летать, но у которых в то же время там все еще были зубастыми, все еще были во многом похожи на динозавров. Вообще, если их скелет по большому счету посмотреть, без отпечатков, вообще практически динозавры еще. Но вот уже чуть-чуть похоже на птичек. Вот, то есть такая эволюция. Да. Ой, как интересно, слушайте, здорово. Когда дети приходят в Дарвинский музей, какие самые популярные вопросы они вам задают? Первые? Мне просто интересно. Допустим, школьники, там, седьмой класс, восьмой. Ой, ну, на самом деле вопросов очень много, в зависимости от того, скажем, как мы месте. Ну, у вас же есть, наверное, какой-то топ, какой-то топ. А, ну да, в зависимости от зала, наверное. Да, 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 в зависимости от зала и в зависимости от того, даже от витрины, около которой мы находимся. Ну, вот, ну, например, очень популярны, понятное дело, вопросы о вымирании. Почему они вымерли? Да, ну, почему они вымерли? На самом деле, много такового вымирало, вымираний было много. Ну, вот, причем самое массовое было еще до динозавров. Так что причин, конечно же, много, а ответа до сих пор точного нет, к сожалению. Ну, понятно. Поэтому дети меня мучают, ничего точного сказать не могу. Почему пропали? Могу лишь выдвинуть самые разные гипотезы и сказать, что на самом деле, конечно же, скорее всего, все было сложно. Повлияло множество разных факторов. Ну, в частности, потепление, да? Не, ну, если брать конкретно момент исчезновения динозавров, я думаю, что все знают основные гипотезы. Это падение метеорита, это извержение вулканов по всей Земле, из-за чего там пепел поднялся, перекрыл солнце, стало, соответственно, холодно на планете, стало темно, растения стали гибнуть, растительноядным стало не хватать пищи, хищники пропали без растительноядных, ужас-ужас. В общем, катастрофа. Однако, есть версии гораздо менее катастрофичные, скажем, что динозавры просто не выдержали конкуренции, скажем, с теми же млекопитающими, да. И такой естественный отбор случился. Скажем так, мы знаем, что в конце эпохи динозавров уже появились млекопитающие значительно более крупные, вот, в десятки раз более крупные, чем до этого. Но вот, иными словами, они стали размером с барсука. Друзья, задавайте свои вопросы. Группа ВКонтакте «Страна.ФМ» у нас в гостях сегодня палеонтолог, научный сотрудник Дарвинского музея Ярослав Попов. У нас, видите, здесь такая своя экскурсия, между прочим. Не упускайте возможности. Программа «Наука и технологии». Лиза Каренина в студии. И в гостях у нас сегодня палеонтолог, научный сотрудник Дарвинского музея Ярослав Попов. Мы решили сузить нашу тему, а то уж слишком я расплылась по древу. Поговорим о древних животных, которые проживали на территории Подмосковья, Москвы и области. Да? Хорошо. Вот расскажите нам, пожалуйста. Вы уже так начали. Да, я уже так пытался об этом рассказать. Я помешала. Ну, как я уже сказал, на самом деле, понятное дело, что эта территория существовала всегда с момента возникновения нашей планеты. Поэтому, понятное дело, что здесь жило очень много разных созданий, но далеко не все они сохраняются. Вот. Ну, как я уже упоминал, здесь можно найти остатки мамонтов и других жителей ледникового периода. Там шерстистых носорогов, оленей, многих-многих-многих других. Если заберемся чуть глубже, то мы найдем достаточно большие пласты. Вот, кстати, некоторые из этих пластов выходили на берегу Москвы-реки, собственно, и до сих пор выходят, но в Москве их уже конкретно найти довольно сложно, потому что берег забетонировали. Ну да. Вот. А так можно было найти такие черные глинки. Это глины, сформировавшиеся во время юрского периода, то есть как раз в то самое время, когда жили динозавры. Да. Но сформировались они на дне моря. То есть тогда у нас территория нашей страны была море, и здесь, соответственно, плавали самые разные морские обитатели, там моллюски, рыбки и, конечно же, всякие большие страшные ящеры. Такие как плезиозавры с длинной шеей, помните, там, Несси, да, Лох-Несска чудовища. Да, да, да. Ихтиозавры плавали. Плавали огромные гиганты, например, плеозавр русский. Вот. Это такое огромное чудовище. Это все у нас. Под 25 метров. Да здесь, здесь, в районе Москвы. Вот. Буквально, если бы там прошлое заглянуло, перед нам бы нос было проплав. Да, конечно. Ну и, конечно же, множество, как я уже сказал, головоногих моллюсков. Вот самые, собственно, частые находки, которые здесь можно обнаружить в Москве, в Подмосковье, в том числе сейчас их находят на территории парка Фили. Вот там, во врагах, где можно найти, да. Да, я-то врядом живу. Это закрученные раковины аммонитов и такие вытянутые, похожие на пульки, так называемые чертовы пальцы. Вот. Это раковины моллюсков-белемнитов. Ну, а сами моллюски были похожи немножечко на кальмаров. То есть на этом пальчике был мягкий скелет, снаружи причем. И... Ой, мягкий скелет. Мягкое тело снаружи было. И вот внешне походило на кальмар. Окей. Ну, опустимся чуть глубже, посмотрим, какие у нас там свои земли. Так. Там мы обнаружим с вами породы каменноугольного периода. Это уже подревнее будет, где-то 350 миллионов лет. То есть это еще задолго до динозавров. И опять же море тогда было. Вот. И формировались тогда известняки. И вот как раз всевозможные известковые карьеры добывают известняки именно того самого каменноугольного периода. И вот, между прочим, белокаменная Москва была построена как раз из тех самых известняков, сформировавшихся во время каменноугольного периода. Ну, а жили там, соответственно, самые разные создания морские. В том числе моллюски с длинной, вытянутой раковиной. Вот. И очень часто находят эти ракушки. Причем часто очень крупные. Там метровые, полутора метровые, двухметровые. Вот. Потом поузали по дну создания очень странные, которые называются трилобиты. Вот. Трилобиты. Не слышали про таких? Нет. Очень интересные животные. Они немножечко похожи на мокрицу. Вот я думаю, что мокрицу наверняка встречали. Ну да, да, да. Но при этом выглядели очень странно и устроены были весьма своеобразно. Вот, как я все время ребятам рассказываю, эти животные дышали ногами. Вот. У них были глаза на стебельках, а в голове был желудок. В общем, просто очаровашки. Вот такая наша Москва. Да. Ну и так, что плавали очень забавные акулы, у которых торчала такая антенка, можно сказать, сверху. Большие? Такой шип. Ну, где-то полутора метровые, двухметровые. Ну, что? Ну, ничего такие, средний тягут. Угу. А. Так, ну и что еще? Ну, если еще глубже опустимся, ну, можно найти породы Девонского периода. Правда, не уверен, что это можно найти именно под Москвой, но в Подмосковье в некоторых местах Девонские породы выходят на поверхность. Ну, впрочем, я думаю, что если скважину пробурить, наверное, и здесь мы тоже Девонские кусочки найдем. Ну, опять же, это море. Ну, и, в общем-то, животные там тоже жили в основном всякие множество разных беспозвоночных, ну, а также всякие рыбы, акулы и многие другие. Я напомню, это мы говорим о тех древних животных, которые на территории Москвы и Подмосковье. Да, на территории Москвы, конкретно. Ну, и можно еще глубже забуриться. Там можно обнаружить породы так называемого Венского периода. Это времена, когда еще очень мало было созданий с твердым скелетом. И в основном все были мягкие. Они, если угодно, огромные, не знаю, слизни или такие, не знаю, медузообразные существа. Хотя, на самом деле, внешне они на медуз совсем не походили. Такие царства каких-то огромных блинов, таких мягких, непонятных, каких-то странных, перообразных организмов и так далее. И вот некоторые фрагменты венских пород тоже в скважинах у нас в Подмосковье находили. Ой. Ну, и, пожалуй, что самое любопытное, что однажды у нас на территории Подмосковья обнаружили даже остатки динозавра. Да вы что? Да. Да вы там и расскажете чуть попозже. У нас надо выдохнуть, Ярослав, столько информации. Я напоминаю, палеонтолог, научный сотрудник Дарвиновского музея Ярослав Попов у нас в гостях сегодня. Программа «Наука и технологии». У нас небольшая пауза. Вот даже у Матурман песню «Зависть» споет. А, это уже пели они, господи, простите. Мы тоже, ты мой человек, вот что поют. Вера Брежнева нам поют. Итак, «Наука и технологии» наша программа. Палеонтолог, научный сотрудник Дарвиновского музея Ярослав Попов в гостях у меня сегодня. Нет, Ярослав, нашли остатки. Остатки. Правильно говорить, остатки. Да. Динозавра у нас в Московской области. Да? В карьере пески. Совершенно верно. Причем это было сюрпризом даже для ученых, потому что, как я уже сказал, на территории Москвы во времена динозавров здесь было море. И, в общем-то, динозавров здесь никто и не надеялся найти. Не ждал. Да, не ждал. А они пришли. Да. Как предполагают, дело было. Скорее всего, был какой-то небольшой остров, где-то неподалеку. И с этого острова текла подземная река, которая вымывала, соответственно, некоторые фрагменты. Там древесины, панцири черепах и другие остатки животных, которые там жили, животных растений. И замывали вниз, уносили под землю. И где-то там, среди древних пород, откладывались эти фрагменты, кусочки. И вот среди таких унесенных с суши объектов оказалось несколько зубиков и пара когтей одного хищного никого динозавра. Но он был небольшой, да? Да. Не, ну вообще, конечно, вы сами понимаете, зуб и коготь, поэтому сложно сказать однозначно. Но сравнили с теми находками, которые более-менее полно известны. И вот решили, что, по всей видимости, это был динозавр, известный как Ричардоэстезия. Вот такое очаровательное название. Красивое название. Да. Это было действительно, если это правильно определили, то это был совсем небольшой динозавр. Ну, я думаю, многие знают велоцираптора, особенно по фильму «Мир юрского периода». Вот Ричардоэстезия очень на него похож. То есть такой довольно мелкий динозавр, где-то метра полтора длиной. Пернатый? Да, покрытый перьями, хищный. Ну, вот, собственно, как-то так. Вот я уже задавала такой вопрос, хочу, чтобы зрители и слушатели тоже наши узнали. Те знаменитые фильмы, которые нам показывают динозавры, «Парк юрского периода», так или иначе, они создают правильную картинку для обывателя? Ну, то есть хотя бы, чтобы иметь какое-то представление. Здесь, понимаете, все зависит от режиссера и от его цели. Если он задается целью сделать что-то более-менее правдоподобное, он это сделает. Ну, вот много неточностей в фильме «Парк юрского периода». Но если брать конкретно «Парк юрского периода», который «Спилберг» первый снимал, там неточностей достаточно мало, потому что именно была задача сделать все достаточно точно. И консультировались с палеонтологами, пытались сделать все достаточно правдоподобно, хотя, конечно, некоторые допущения делали. Скажем, там был такой динозавр, вот, может быть, помните, который плевался кислотой, он раздувал такой большой капюшон. Вот, зовется делофазавр. Он там оплевал бедного программиста, который хотел всего лишь мирно украсть там наработки. Так вот, действительно был делофазавр, действительно выглядел он похожим образом, но нет никаких свидетельств о том, что у него был капюшон, такой очаровательный, который он раздавал. И, в общем-то, нет никаких доказательств, что он плевался ядом. И еще он был немножечко побольше. Ну, вот, если, например, взять того же Тирнозавра или того же Велоцираптора, на тот момент их реконструировать достаточно точно, и пытались их походку восстановить, и какие-то звуки, которые они, возможно, могли издавать, хотя, конечно, со звуками все еще сложнее. Но, вот если продолжить, как говорится, эту тенденцию и посмотреть на современный мир, мир юрского периода, Вот те фильмы, которые в последнее время, да, приходят. Можно было подумать, что вот теперь это стало все еще лучше, но, к сожалению, это не так. Неточностей там много. Да. Именно исторических, так скажем. Да, научных. Научных, да. Дело в том, что, в общем-то, у меня такое ощущение, что с палеонтологами они больше не консультировались, да, и взяли вот все, какие были до этого наработки, ну, вот, что-то додумали, каких-то там еще монстров запустили, да, таких этих модифицированных. То есть, понимаете, я просто почему задала такой вопрос? Я, как обыватель, сужу, ну, наверное, по себе. Когда мы начали говорить о динозаврах, у меня, естественно, картинка оттуда, из парка юрского периода. Я хотела поэтому вас спросить, это хоть правильное восприятие или нет? Или то, что я видела, собственно, в Дарвинском музее? Не, ну, конечно же, в музее лучше. Нет, понятно, но там показано их поведение, по крайней мере, что какие они были. Ну, в общем, я сказал, да, то, что парк юрского периода сделан неплохо, мир юрского периода сделан плохо. Почему? Потому что ничего нового, никаких новых сведений не использовали. А наука за 20 лет, пардон, продвинулась очень далеко. В том числе, например, оказалось, что тот же самый велоцираптор покрыт перьями. Все, прошу прощения. Ярослав, вот скажите, если сейчас люди нас услышали, очень хотят к вам на экскурсию, какие вы порекомендуете именно, чтобы разобраться в палеонтологии, узнать больше о динозаврах, что смотреть, какие выставки посещать, какие экскурсии брать в Дарвинском музее? Что вы порекомендуете в первую очередь? Из какого возраста? Это для родителей уже. Ну, для детей имеется в виду. И родителей. Не, ну, насчет возраста я уже упоминал, что, на мой взгляд, уже с 4 лет, но уж с 5 точно, дети прекрасно все это воспринимают. Причем, больше того, именно в это время как раз интерес к динозаврам, как правило, достаточно большой. Поэтому есть резон прийти в музей, посмотреть на динозавров. Тем более у нас там есть движущиеся фигуры, на улице динозавры стоят. Все интерактивно. Все здорово. Многие экспонаты можно потрогать, погладить. Поэтому, в общем-то, с детям у нас здорово и интересно. А если говорить конкретно, где у нас что можно посмотреть, я уже упоминал, что у нас во дворе есть так называемый палеопарк. Да, палеопарк. Где можно посмотреть животных. Россия. Россия, да. Древних. Потом у нас есть зал макроэволюции, так называемый, в котором как раз представлено постепенно, как развивалась жизнь. Показано, как развивалась жизнь на Земле. И, соответственно, каждая витрина посвящена тому или иному периоду. В общем, разберутся. Да. И еще есть у нас очень хороший центр, называется «Пройди путем эволюции». Там такой туннельчик, в котором как бы идешь сквозь время и смотришь, как все менялось вокруг. Мы прощаемся с вами. Спасибо большое. Ярослав Папов, палеонтолог, был у нас в гостях.